Друзья, всем привет! Меня зовут Егоров Максим, вы смотрите мой канал Ремонт Без Купюр. Сегодня я хочу вам показать технику нанесения материала. Это новый материал в нашей линейке, называется он Astea Nebia Grunge. По своей сути, это эволюция нашего всем полюбившегося материала Astea Nebia серебро или Astea Nebia матовая. Но здесь сам материал выглядит не как классическая Nebia с белыми, серебряными или золотыми хлопьями. Здесь он выглядит вот таким образом, и само покрытие фактически имитирует как бы срез камня. Материал подходит абсолютно в любой интерьер, он обладает хорошими потребительскими свойствами, такими как устойчивость к механическому воздействию, оно моющееся и в принципе легко ремонтное. У нас есть вот такой каталог с натуральными выкрасами, здесь представлена палитра возможных цветов этого материала. Отдельно хочется сказать, что если вам не нравятся те цвета, которые есть у нас в каталоге, этот материал можно заколеровать в абсолютно разные цвета. Самое главное здесь это ваша фантазия и понимание того, что вы хотите увидеть. Техника нанесения, как и у любой Nebia, довольно-таки простая, справится с ней абсолютно каждый. Но я думаю, что вы сейчас убедитесь в этом сами. Наносить будем при помощи обычной кисточки. Кисточку не обязательно покупать какую-то специализированию, достаточно самую обычную кисточку со средним ворсом, средней ширины, средней мягкости. Самое главное, чтобы ворс из нее не лез. Материал будет наноситься в несколько этапов. Первый этап это нужно будет выровнять основание по цвету и по впитываемости при помощи грунта. Грунт идет не как в остальных материалах белого цвета, он идет светло-серого цвета. И не нужно удивляться при открывании баночки, что грунт уже цветной. То есть это не ошибка на производстве, это так надо. Ну а на этом вводная часть подошла к концу. Переходим непосредственно к процессу нанесения. В нанесении нам будет помогать наш мастер-декоратор Сергей. Если какие-то у вас будут вопросы после просмотра этого видео, напишите их в комментариях или в директ. В общем, кому как угодно. Наносить начинаем с левого верхнего угла. Это не то, чтобы это обязательное правило, но в основном, если вы правша, то удобнее будет наносить с левого верхнего угла и потихонечку спускаться вниз и направо. Легкими движениями без нажатия нужно разнести вот этот мягкий флок, который в лаке находится в ведре. Нужно нанести его на стену. Это может нанести заказчик, который никогда не связывался с декоративными штукатурками, ни разу не держал в руках кисти, валик. Здесь, наверное, нужна просто обычная аккуратность. Материал возможен на нанесении как в один слой, так и в два. Единственное, что от этого будет напрямую зависеть расход. То есть, в принципе, ведра 2,5 литра в один слой хватает на 20 метров. Если вы будете наносить его в два слоя, то материала хватит, соответственно, где-то метров на 13-14. После того, как мы нанесли материал приблизительно 1,5-2 квадратных метра, нам нужно будет пригладить все это шпатулеточкой. Сам процесс приглаживания нужно начинать в тот момент, когда основа, материал немножечко начинает подсыхать, а вот этот рельефный слой, я не знаю, видно, не видно его на камере, но здесь немножечко вот эти вот флоки, они лежат на стене небольшим рельефом. Вот когда рельеф еще живой, то есть мокрый, а лак, который лег тоненьким слоем на основу, уже начинает подсыхать. Вот в этот самый момент нужно аккуратненько приглазить весь этот материал шпатулеточкой. Сейчас Сергей покажет, как это нужно сделать. Сам процесс приглаживания шпатулеткой довольно-таки простой, то есть никаких сложностей нет. Тут самое главное аккуратненько, без нажима пригладить вот эти флоки. Сам процесс приглаживания осуществляется хаотичными, разнонаправленными легкими движениями по верхушкам фактуры. Обязательно при себе иметь какую-нибудь тряпочку или полотенце, чтобы снимать лишние остаточки материала с шпатулетки. Инструмент должен быть чистым, чтобы подсохшие крупинки материала потом не царапали фактуру в дальнейшем. Если после нанесения и приглаживания материала вы увидели какие-то недостатки, какие-то непрокрасы на стене, то ничего страшного. Вы всегда можете немножечко поднакидать сюда материала и пригладить его тем же самым способом. Он аккуратно впишется в рисунок и не будет выглядеть пятном. Итак, мы закончили процесс нанесения Nebi Grunge на наш планшет. Я думаю, что все поняли, что это действительно очень просто. Справится с этим абсолютно каждый. После нанесения и после высыхания выглядит это все вот таким образом. Цвета могут быть абсолютно любые. У нас есть довольно-таки большая подборка в каталоге. Процесс набора всех потребительских свойств занимает около двух недель. После этого его можно мыть. Можно мыть даже с легким мыльным раствором. Также это покрытие легко ремонтное. То есть, если в процессе эксплуатации вы немножечко его поцарапали, то это все легко отреставрировать. Берете, подшпаклевываете саму царапину и аккуратненько накладываете само покрытие. Оно очень легко впишется в основной рисунок. А также еще одно его большое преимущество, что это когда оно вам надоело, вам не нужно делать новый ремонт. Вы просто обклеиваете все малярной лентой, укрываете все, что не хотите испачкать. И прямо сверху на него наносите любое другое декоративное покрытие. Либо краска, либо обои. Ну а на этом у меня все. Я надеюсь, видео было полезным для вас. Не забудьте поставить палец вверх, подписаться на мой канал. Пока!